Ну а разруливать все эти проблемы явно придется Ангеле Меркель, фактически главному политику Евросоюза. Возможное банкротство Греции это к ней, кризис в отношениях с Турцией тоже к ней. Новый президент Франции предложил реформировать ЕС, все ждали, что скажет Меркель. Наверняка точно так же будет и с Каталонией, и с любой другой проблемой, от решения которой может зависеть будущее Европы. Впрочем, пока что Меркель не высказывалась по каталонскому вопросу, но ей есть чем заняться. Нужно сформировать новое правительство Германии после выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье. А вот начались ли уже коалиционные переговоры, узнаем у нашего корреспондента в Германии. Татьяна Лагунова сейчас на прямой связи со студией подробностей недели. Татьяна, приветствую. Что уже известно о коалиционных переговорах и ясно ли уже, кто будет отвечать за внешнюю политику Германии в новом правительстве Меркель? Алексей, ну нужно сказать, что с коалицией немецкие политики не спешат, пока что не начались даже притворительные, или как их называют в Германии, зондирующие переговоры. Все дело в том, что построить единственно возможный после этих выборов коалиционный союз из трех партий, так называемую Ямайку, не совсем-то и легко. По многим вопросам у христианских демократов, у либералов и у зеленых разные мнения. Это и миграционная политика, и налогообложение, и образование, и внутренняя безопасность. Поэтому, чтобы все эти партии могли править вместе, три политические программы нужно подвести под какой-то общий знаменатель. Где-то пойти на уступки, где-то найти компромисс, где-то поторговаться. И Меркель это, конечно, понимает. Канцлер сразу после выборов сказала, она надеется, что коалицию удастся сформировать до Рождества. Его в Германии отмечают 24 декабря. И Меркель также не исключает, что переговоры могут и вообще провалиться. Она намекнула, что не сбрасывается с счетов и большую коалицию, если, например, социал-демократы передумают уходить в оппозицию. Вот что сказала канцлер. Мы будем вести переговоры с партией зеленых и свободными демократами, и я добавлю социал-демократами, так как Германии нужно стабильное и хорошее правительство. Я знаю, что партия заявила, что уходит в оппозицию, но мы остаемся в контакте. Ну и, собственно, имя нового министра иностранных дел Германии станет известно после формирования правящей коалиции, когда партии поделят министерские портфели. Но в политическом Берлине ходят слухи, что этот пост получит партия зеленых. А новым главным дипломатом Германии станет один из лидеров этой партии, немец турецкого происхождения Джем Оздемир. Но пока что это только прогнозы, и сейчас внешнюю политику Германии по-прежнему курирует социал-демократ Зигмар Габриэль. Алексей? Ну, хотя и к Рождеству, но все-таки кажется, Меркель все же удастся сформировать, как она говорит, стабильное и хорошее правительство. Спасибо за работу. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Берлине, была на связи со студией подробностей недели.